1. Оцени желание. Представь ситуацию. Твоя подруга или ты сама решила улучшить фигуру, например, с января. Начала есть здоровую пищу, вовремя ложилась спать, а пару недель, а то и дней спустя перестала. Мало времени. Много стресса. Усталость. Отвлечение. Да мало ли причин. Значит ли это, что она или ты слабая, не может себя контролировать? Нет? Можно ли как-то добиться желаемого и не отступить? Да. Специалисты считают, что если ты хочешь изменить жизнь, правильно питаться, заниматься спортом, нужно сформировать привычку. Причем одну, а не пять штук сразу. На это уходит как минимум 21 день, но может растянуться и на год. А если постоянно заставлять себя поступать правильно по всем фронтам, довольно скоро у тебя закончатся силы и придется все бросить. Вот как можно добавить новую полезную привычку в свою жизнь. Например, ты сидишь вечером и медитируешь на кусок пиццы. Желание съесть ее вступает в конфронтацию с желанием похудеть. Подумай, что и почему ты чувствуешь. Может это стресс, скука, тревога. А вовсе не желание съесть именно этот кусочек пиццы. Есть что-то, что улучшит твое настроение быстрее и без чувства вины. Скажем, звонок подруги или хороший фильм. А пицца уступит место салату. В любом случае, с немалой долей вероятности ты сможешь принять более здоровые решения. Два. Измени направление мыслей. Многие люди, избавившиеся от десятков, а то и сотни килограммов с помощью хирургии, не могут побороть постоянного желания есть. Но те из них, кто учится наслаждаться новым телом и его возможностями, как минимум в плане передвижения, стараются больше гулять и чаще заменять конфеты яблоками. Когда научишься перенастраивать мысли на желание съесть что-то полезное, проще избавиться от лишнего веса. Три. Представь свою цель. Большинство людей между большой наградой потом и маленькой сейчас выберут маленькую. Но исследования показывают, что представляя будущую фигуру, легче ее достичь. В ходе одного эксперимента те, кто видел себя более тренированным или упитанным в зависимости от следования здоровому образу жизни, занимались спортом активнее, чем те, кого не просили включать воображение. Специалисты рекомендуют делать коллажи и мотивирующие рисунки, чтобы с большим желанием заниматься улучшением собственного тела. Четыре. Перестань бороться с собой. Одна из самых больших проблем, связанных с силой воли, это то, что приходится представлять каждый выбор как борьбу между собой и идеалом. И выигрывают в ней немногие. Мысль вроде ничего не случится, если я съем пару чипсов, быстро превращается в раз начало, можно доесть пачку до конца. Здесь важно, чтобы тело и мозг работали вместе и сосредоточились не на том, что им нельзя, а на том, что можно съесть. Пять. Больше позитива. Важная часть формирования привычки – награждение. Если ты даешь себе награду за поведение, мозг вырабатывает дофамин, что повышает желание повторить успех. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте отметку «Нравится». Благодарю за просмотр видеоролика. С вами была Алиса Иванова. Продолжение следует...